На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Закрылись сезон. В Гомельском ледовом дворце прошла церемония чествования команд хоккейного клуба Гомель. Дружина экстралиги получила награды за победу в играх развития. Кроме того, 17 хоккеистов получили удостоверение мастеров спорта. Спортивное звание им присвоили за выступление в континентальном кубке. Напомню, что Гомель сумел пробиться в финал четырех турниров. Главное, 13 из этих 17 игроков – воспитанники клуба. По детскому хоккею в этом году медалей нет. Мы очень много молодежи делегировали в структуру национальных сборных команд. И в структуре юношеской сборной, которая сейчас на чемпионате мира заняла пятое место из троя наших воспитанников. Это тоже очень приятно. И в молодежную сборную у 20 привлекалось 20 человек. Поэтому в прошедшем сезоне мы больше играли на международном уровне, скажем так. Гомельчане выиграли четыре награды первенства Беларуси по настольному теннису. Турнир проходил в Гомеле. За победу боролись юноши и девушки в двух возрастных категориях – 2007 и 2008 годов рождения. Победителями соревнований стали Виталий Дробышевский и Никан Шутов. Арсений Рященко выиграл серебром. Анастасия Фролова добыла бронзовую награду. Отчетный турнир – это главный этап отбора на первенство Европы. Из душор Гомельского района сильнейшая в Белоруссии в Минске завершилась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по дзюдо. Состязались юноши и девушки 2001-2003 годов рождения. Спортсмены из Гомельского района выиграли общий зачет турнира со значительным преимуществом. В десятку сильнейших также попали из душор Гомсельмаши и гомельская из душор профсоюзов по борьбе. У них шестое и восьмое место соответственно. С наградами вернулись представители нашего региона из юниорского первенства Белоруссии по греко-римской борьбе. Турнир принимал Могилев. Победителями соревнований стали Глеб Макаренко и Максим Бондаренко. Иван Сувалов добрался до финала, однако уступил своему сопернику и завоевал серебро. На третью ступень пьедестала почета поднимались Никита Гевросев, Илья Бетеев и Илья Пономарев. В Гомеле завершилось первенство областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта по стрельбе из лука. Соревнования приурочили к 75-й годовщине освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Хозяева выиграли пять золотых медалей, две на счету Никиты Дубровского. Победителями также стали Дэниел Хроменков, Алина Малаева и Виктория Соловьева. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»!